Отставка Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, как и раньше, остается наиболее значимым событием, обсуждаемым в обществе. Политологи-нардебы, представители местного самоуправления не ждут резких изменений в сфере МВД на местах. Система построена и работает так, что особых нареканий у руководства страны не вызывает. Но остаются вопросы к самому экс-министру. За плечами бывшего главы министерства 7 лет работы, куда вошли в том числе резонансные нераскрытые преступления. Однако с Арсена Авакова ни президент, ни депутаты решили ничего не требовать. Такие топ-чиновники, как господин Аваков, должны предстать перед расследованием за все 7 лет своей работы на этом высоком посту. Потому что лично я, мои коллеги и, я уверен, почти каждый гражданин, у кого были когда-то проблемы и нужно было защищать свое право, сталкивался с ситуацией бездействия полиции, правоохранительных органов. А если это все происходит, это значит, что происходит это с чего-то согласие. Поэтому, если бы в нашей стране было точно так же, как мы говорим, мы идем в Европу, какие-то ценности и так далее, то я бы хотел, чтобы господин Аваков пристал перед расследованием, чтобы специальная комиссия изучила все 7 лет его работы и сказала, что господин Аваков не виноват ни в одном, не было ни одного правонарушения, и он поэтому свободен, может идти. А вот представители парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности уверены, что такого глобального отчета от Арсена Авакова не нужно. Отправленный в отставку министр достаточно коммуницировал с профильным комитетом. Участия парламентария, вопросов к нему нет. Я как депутат от Одессы, я как член правоохранительного комитета, вот я два года работаю в правоохранительном комитете, и такого взаимодействия с министерством, четкого взаимодействия и реакции правоохранителей, вот как была, ну, наверное, нету ни с одним министерством. Поэтому, вы знаете, возможно, и отчета не надо было. То есть лично для меня все было ясно, прозрачно, понятно. То есть были какие-то проблемы, да, они, их сразу было их решение. То есть была полная коммуникация. Поэтому, со своей стороны, я знал, что все делалось нормально, хорошо и лично для меня, как для члена правоохранительного комитета, для человека, который представляет избирателей из Одессы, этот отчет и не нужен был.